Детская и спортивная площадки на улице Почетной – единственный на жилой массив, состоящий из нескольких улиц и близлежащих СНТ. Эти долгожданные элементы городского благоустройства появились здесь во второй половине 2023 года, к огромной радости людей. Однако уже в декабре права на часть их территории площадью 673 метра квадратных заявило частное лицо, по доверенности пожилой женщины, которой этот участок на льготных основаниях выделил Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя. На открытие нашей детской площадки приезжали разные представители. Представители администрации, представители «Единой России», которые помогали строительству этой площадки. И было все официально и очень красиво. К сожалению, мы сейчас не можем понять, почему по истечении какого-то времени мы узнаем о том, что здесь нарезан участок КЖС. Администрация, представитель администрации Нахимовской позвонил мне лично и сказал о том, что в их организацию поступило письмо от представителя собственника. И нас поставили об этом в известность, что часть площадки нужно будет или вообще всю площадку нужно будет убрать. Сотрудники администрации Нахимовского района предъявляют документы, свидетельствующие о том, что на момент принятия решения о возведении площадки эта земля принадлежала городу. Объект был согласован в Департаменте городского хозяйства. На него выделились средства из бюджета и отчитались о проделанной работе. Почему позднее ДИЗО решил нарезать участок по ДЖС именно здесь, именно в таких границах – вопрос. Обеспокоенные такими изменениями жители добились приема в ведомстве. Мы ходили на прием в ДИЗО к заместителю Поповой. Мы ей объяснили ситуацию, приложили 120 подписей жителей. И она обещала нам мирно решить этот вопрос, сдвинуть границы участка, чтобы было и нашим деткам хорошо, и частному лицу было тоже хорошо. Чтобы мы и мирно решили этот вопрос. Но почему-то через несколько месяцев поднялся вопрос о сносе нашей площадки. Глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев считает, что вероятнее всего произошла бюрократическая ошибка, которую можно исправить. Тем более, что на новообразованном наделе оказалась не только часть площадки, но и линия электросети, питающая близлежащие дома. Я думаю, что они на уровне департаментов договорятся о том, что жителям выделят дополнительно немножко смещенную территорию под строительство индивидуального жилого строительства. Положение в этом году изменилось. Мы, помимо прочего, в согласовании с гурхозом будем теперь ставить в известность департамент имущественно-земельных отношений. В свою очередь, департамент имущественно-земельных отношений, выдавая землю, будет уже непосредственно выезжать, наверное, на территорию и смотреть, является ли она действительно свободной. У нас пять улиц, и на каждой улице живут детки разного возраста. У нас семьи многодетные, и эта площадка как одушина для детей. Мы находимся немножечко вдалеке от городской структуры, и дети не могут пользоваться другими площадками. В последнее время нередко всплывают случаи, когда участки будто нарезаются безотносительно реально сложившейся на местности картине. Их границы могут затрагивать общедоступные дороги, инженерные сети, заповедные зоны. Редакция независимого телевидения Севастополя обратится с запросом в департамент по имущественным и земельным отношениям, чтобы выяснить, можно ли разрешить земельный спор на улице Почетной, не доводя его до суда.